Мы для себя видим, прежде всего, целевым образом, как Причерноморска, Средиземноморский регион, но в широком смысле. И, конечно, мы не могли не поставить себе задачу приехать в Армению, познакомиться, завязать здесь контакты, связи с академическим сообществом, возможно проработать программу студенческих обменов, совместные проекты, которые могли бы быть реализованы как на территории Армении, так и на территории Севастополя с участием российской и армянской стороны. Где бы мы ни встречались, к нам с открытой душой относятся наши коллеги. И я очень благодарен и движению «Сильная Армения» за союз с Россией, потому что в том числе была оказана помощь по организации многих контактов. Ну и сама мысль о том, что Россия и Армения должны более плотно сотрудничать на разных уровнях, я так понимаю, что это одна из целей движения, она близка, естественно, и нашему университету. Пожалуйста, медленности просим, всегда будем рады, наоборот, заинтересованы в том, чтобы ребята из Армении поступали в наш университет. Мы действительно тоже были бы этому очень рады. Надо, конечно, готовиться к тому, что то, что происходит на Украине, то, что происходит сегодня, на мой взгляд, на армяно-азербайджатской границе, к сожалению, это не конец, это не финиш, что это будет какое-то время, может быть, достаточно продолжительно, может быть, это будут годы даже развиваться, так или иначе. И здесь и российскому, и армянскому народу придется, в общем, напрягать свои силы для того, чтобы иметь вот в этом новом мире, который формируется, будущее.